Они не просто ломают, они разрывают металл, глотают контейнеры и поглощают цельные автомобили за считанные секунды. Эти измельчители – настоящие монстры инженерии. Их мощность измеряется десятками тысяч лошадиных сил, а вес – сотнями тонн. Некоторые установки перерабатывают более 100 тонн металла в час. Они, как огромные челюсти с металлическими зубьями, перетирают стальные балки, трубы, цистерны, рельсы. Одна из самых известных машин – американский Hammer Mill, использующий массивные роторы для дробления крупногабаритного лома. Такие машины эксплуатируются на металлургических заводах, утилизационных комплексах и военно-промышленных объектах. Особенности конструкции включают усиленные подшипники, антивибрационные рамы и системы охлаждения. Чтобы противостоять экстремальным нагрузкам, используются сплавы, устойчивые к деформации и температуре. Некоторые машины могут работать в непрерывном режиме по 16 часов без остановки. Их работа сопровождается громом и вибрацией, а внешний вид вызывает трепет даже у инженеров. Эти установки – апофеоз разрушения, и на них строится вся индустрия переработки металла. Невероятно, но даже у таких гигантов есть свои границы, и именно о них мы поговорим позже. Там, где царит огромная сила, ошибки могут стоить слишком дорого. Измельчители, предназначенные для разрушения, порой выходят из-под контроля, превращаясь в источник опасности. Один из самых громких инцидентов произошел на перерабатывающем заводе в Огайо. Из-за перегрева вала и отсутствия своевременного обслуживания стальной ротор буквально взорвался. Обломки прошили стену ангара, ранив двоих сотрудников. Еще один случай – в Техасе, где в дробитель по ошибке загрузили баллон с остатками газа. Взрыв вызвал цепную реакцию, огонь перекинулся на склад в торсырья, и только чудом никто не погиб. В Китае известен инцидент, когда оператор попытался освободить застрявший фрагмент вручную и погиб. Эти случаи подчеркивают – мощь требует дисциплины. Часто причиной аварии становится усталость металла, перегрузка, неисправные датчики или человеческий фактор. Именно поэтому на современных установках внедряют автоматическую диагностику, аварийную блокировку и дистанционное управление. Но даже с такими мерами риски остаются. Потому инженеры постоянно совершенствуют защиту – от бронированных кожухов до многослойных корпусов. Ведь цена ошибки – не просто поломка, а жизни людей. Мир знает немало примеров, когда технологии разрушения служили не только экономике, но и безопасности государства. Военные объекты во многих странах оснащаются специальными измельчителями для уничтожения конфиденциальной техники и документов. Например, в США действует программа утилизации списанной техники, где каждый элемент от радаров и до двигателей должен быть полностью уничтожен. Применяются модифицированные шреддеры с усиленными валами и бронированными корпусами. Их задача – превратить объект в мелкую стружку, непригодную для анализа или восстановления. Также уничтожаются носители информации – жесткие диски, серверные модули, военные ноутбуки. Их измельчают на полевых установках под видеонаблюдением. В ряде стран существует практика утилизации оружия. Списанные автоматы, пистолеты и даже бронетехника отправляются под пресс или в дробильную линию. Есть и неофициальные сведения о черных фабриках, где якобы уничтожают улики или следы нелегальных операций. Но такие утверждения остаются на уровне теории. Подтвержденные данные говорят о строгом протоколе. Каждая операция фиксируется, а остатки проходят химическую нейтрализацию. Это мир, где разрушение становится гарантией безопасности. Идея уничтожать металл механически появилась не сразу. До конца 19 века утилизация металла была делом кузнецов и плавильных мастерских. Но с развитием промышленности появились отходы, которые нельзя было переплавить без предварительной подготовки. Так началась эра механических дробилок. Первые установки напоминали гигантские ножницы или молоты, работающие на паровых двигателях или водяных мельницах. В 20-х годах прошлого века появились роторные измельчители, вращающиеся барабаны с зубьями, способные крушить железо. Они были медленны и часто ломались, но свою функцию выполняли отлично. С каждым десятилетием технология улучшалась. Добавлялись электроприводы, усиливались корпуса, вводились системы охлаждения и очистки. Особенно важным стал прогресс в сплавах, ведь рабочие элементы должны выдерживать экстремальные нагрузки. К середине века на заводах стояли уже многоступенчатые линии, превращающие старые автомобили и конструкции в лом. Эти машины стали основой для построения современной индустрии вторичной переработки. Одна машина хорошо, а цепочка из трех в разы эффективнее. Таков принцип современных установок, где процесс разрушения разделен на стадии. Первая стадия – грубое дробление. Валы с большими зубьями разрывают конструкцию на крупные фрагменты. Далее – средний уровень. Молотковые мельницы или шреддеры превращают обломки в части помельче. Завершающая стадия – грануляция. Фрагменты доводятся до размеров, необходимых для переплавки или безопасного захоронения. Такой подход позволяет сократить износ, сэкономить электроэнергию и повысить выход полезного материала. Например, в утилизации автомобилей сначала удаляют моторы и жидкости, затем корпус идет в дробилку, а после – в сортировочную линию. Там магниты вытягивают металл, воздушные потоки отбрасывают пластик, а вибросита отделяют пыль. В итоге из одного автомобиля можно получить до 80% повторно используемых материалов. Такие системы используются не только на металлоломе, но и в утилизации бытовой техники – кабелей, аккумуляторов. Комбинированные линии – вершина инженерной логики. Они не просто разрушают, а превращают хаос в структуру, делая разрушение управляемым процессом. Именно это отличает их от примитивных машин прошлого. Когда речь заходит о цифровой безопасности, простого удаления файлов недостаточно. Современные измельчители, предназначенные для уничтожения электроники, способны физически разрушить жесткие диски, твердотельные накопители, серверные модули, банковские терминалы и микросхемы. Такие машины используются банками, военными структурами, государственными архивами. Один из методов – многократное механическое перерезание пластин с данными, доводя их до фрагментов размером менее 3 мм. Есть также пылевые установки, которые превращают электронные компоненты в пыль, после чего они отправляются на химическую нейтрализацию. Некоторые компании используют мобильные комплексы спецмашины с генератором и шредером, чтобы уничтожить носители прямо на месте. Это важно, когда перевозка невозможна по соображениям секретности. В США действуют федеральные стандарты уничтожения носителей, в том числе методики NSA. Промышленные комплексы соответствуют этим нормам. Уничтожение плат требует высокоточного оборудования. При перегреве они могут выделять токсичные вещества. Поэтому установки снабжаются вентиляцией, фильтрами и системой охлаждения. Это не просто уничтожение, это продуманная операция, где каждая деталь важна. На первый взгляд кажется, что измельчение резины и пластика – простая задача. Но эти материалы эластичны, плавятся при нагреве и забивают оборудование. Для их переработки используются низкооборотистые шреддеры с усиленными захватами и специальной геометрией ножей. Автомобильные шины, к примеру, содержат не только резину, но и металлические корды. Сначала шины разрезают на части с помощью гидравлических ножниц, затем поступают в первичный шреддер. После отделения металла остатки измельчаются в грануляторе до крошки или пыли. Эта продукция используется при строительстве дорог, производстве спортивных покрытий и новых резинотехнических изделий. Пластик дробится в два этапа – грубое измельчение и последующая шлифовка. Полученные гранулы идут на переработку в новые изделия, трубы, упаковку, даже мебель. Особенно сложны многослойные материалы, например, упаковка из нескольких видов пластика. Для них используют инфракрасные сортировщики и статическую сепарацию. Такие технологии уже применяются в Канаде, Японии и Германии. Утилизация резины и пластика важна для экологии. Эти материалы разлагаются столетиями. Измельчители становятся оружием в борьбе за чистую планету, превращая мусор в ресурс. Бетонные конструкции – те не только прочные, но и тяжелые. Их переработка требует особого оборудования. Мобильные и стационарные дробилки оснащаются массивными челюстями и роторами с твердосплавными вставками. Сначала панель ломают на крупные куски гидравлическими ножницами, затем фрагменты подаются в роторную или ударную дробилку. Внутри них бетон разбивается, а металлическая арматура извлекается магнитными сепараторами. Этот процесс особенно актуален в городах, где идет массовый снос старых зданий. Например, высоко работает комплекс, перерабатывающий до 200 тонн строительных отходов в час. Щебень используется повторно – для отсыпки, фундамента, дорожных работ. Арматура переплавляется. Современные установки снабжены системами подавления пыли. Водяные форсунки смачивают фрагменты, уменьшая запыленность воздуха. Звукоизоляционные кожухи защищают работников от шума. Сложность в том, что бетон часто содержит включение других материалов – проводов, труб, утеплителей. Поэтому сортировка важна не меньше, чем разрушение. Утилизация бетона – важный шаг к устойчивому строительству. Эти машины позволяют не просто ломать, а эффективно перерабатывать, давая строительным отходам вторую жизнь. Опасные отходы нельзя просто выбросить, но они требуют тщательной утилизации. Химикаты, медицинские отходы, батарейки, зараженные материалы – все это перерабатывается в особых условиях. Специальные измельчители работают в герметичных боксах, оснащенных фильтрами и системой нейтрализации. Например, в США используются установки, которые измельчают стеклянные ампулы, инъекционные флаконы и одноразовые инструменты, после чего они направляются в печи, где сгорают при температуре более 2000 градусов по Фаренгейту. В Европе существуют мобильные комплексы, герметичные фургоны, оснащенные шреддером, пылеуловителями и системой химической обработки. В Китае разработаны роботы, способные дистанционно управлять процессом утилизации биологически опасных материалов. Даже элементы бытовой электроники, вроде батареек и ламп, требуют особого подхода из-за содержания тяжелых металлов и ртути. В таких случаях применяются дробилки с многоступенчатой фильтрацией воздуха и улавливанием паров. Вся система работает под постоянным контролем датчиков. Это дорого и сложно, но необходимо. Без этих технологий токсичные материалы попадали бы в почву и воду, угрожая миллионам жизней. Разрушение здесь – акт глобальной защиты. Создание промышленного измельчителя требует крупных вложений. Только на оборудование среднего уровня уходит до миллиона долларов, а эксплуатация – тысячи в месяц. Почему же бизнес в это инвестирует? Потому что переработка дает прибыль. Один автомобиль, переработанный правильно, приносит до нескольких сотен долларов чистого дохода. А если таких автомобилей сотни, заводы по утилизации получают металл, пластик, медь – все идет на вторичный рынок. В странах Европы переработка стимулируется налоговыми льготами и квотами. В Японии заводы автоматизированы. Робот разбирает машину, измельчители дробят, сепараторы отделяют материалы. Такая линия окупается за 6-7 лет. Уничтожение данных – еще один рынок. Банки, корпорации и даже обычные пользователи платят за гарантированное удаление информации. Компании арендуют шреддеры, вызывают мобильные службы, получают отчеты. Утилизация опасных отходов финансируется государством. Это вопрос экологии. Все это формирует экономику разрушения. Выгодную, регулируемую, высокотехнологичную. Эти машины не просто инструмент. Это основа индустрии, где каждый оборот вала означает доллары. Разрушая старое, они строят новое. Именно поэтому они становятся все нужнее с каждым годом. Существует мнение, что современные дробилки могут уничтожить все. Но это не так. Даже самые мощные установки встречают непреодолимые барьеры. Один из них – керамическая броня, армированная углеродом, применяемая в военной и аэрокосмической технике. Она не ломается, а крошится по сложной траектории, что мешает эффективному измельчению. Также проблема возникает с жаропрочными сплавами. Их используют в турбинах, ядерной энергетике, авиации. Эти материалы выдерживают экстремальные температуры, давление, трение. И простыми шреддерами их не взять. Инженеры пытаются разрушать их криообработкой. Замораживая до предела хрупкости, но и это работает не всегда. Еще один пример – объекты сверхбольших размеров. Некоторые трансформаторы или железобетонные колонны требуют предварительной разборки, так как физически не входят в камеру дробления. Бывает, что материалы при разрушении выделяют опасные газы и требуется герметизация. В Японии созданы роботы, способные резать такие объекты лазером под водой. Однако даже они ограничены по времени и ресурсу. Эти примеры показывают, что разрушение – это наука, а не хаос. Пределы существуют. И они постоянно двигаются, заставляя инженеров искать новые подходы. Мир прочности растет, и техника разрушающей силы должна догонять его. Разрушение в промышленных масштабах поднимает важные вопросы. Кто решает, что подлежит уничтожению? Кто несет ответственность, если измельчение выходит из-под контроля? В большинстве развитых стран такие установки регулируются законами. Их нельзя просто купить и использовать без разрешения. Например, в Германии оператор Шредера должен пройти специальную подготовку и регулярно подтверждать квалификацию. В США для утилизации оружия и техники требуются инспекторы от государственных структур. Но есть и серая зона – частные предприятия, которые работают по упрощенным схемам. Часто они берутся за уничтожение электроники или архивов без должной фиксации процесса. Возникают риски. Восстановление данных, загрязнение окружающей среды, несанкционированный доступ к компонентам. Еще один аспект – моральный. Машины, способные уничтожать все подряд – это инструмент, который при неправильном использовании может нанести огромный вред. Если такой измельчитель попадет в руки преступников, последствия могут быть катастрофическими. Поэтому в некоторых странах такие машины приравниваются к опасному оборудованию. Их перемещение, продажа и эксплуатация жестко отслеживаются. Разрушение требует не только силы, но и ответственности. Без нее техника становится угрозой. После всего рассказанного остается главный вопрос – зачем человечество строит машины, способные уничтожить практически все? Ответ сложнее, чем кажется. Конечно, главная причина – потребность в утилизации. Мы производим больше, чем можем переработать. Автомобили, техника, здания, оборудование – все это рано или поздно становится мусором. Измельчители – это способ справиться с этой лавиной отходов. Но есть и скрытые причины. Разрушение – это форма контроля. Уничтожая объекты, мы закрываем доступ к информации, технологиям, ресурсам. Особенно это важно для военных банков, IT-компаний. Некоторые государства инвестируют в такие технологии, как в часть стратегической безопасности. Есть и философский аспект. Уничтожение дает возможность начать заново. Разобранное здание – это площадка под новое. Переработанный металл – сырье для будущего. Эти машины не просто железо с зубьями. Это точка пересечения интересов экологии, бизнеса, государственной безопасности и человеческой потребности в обновлении. Они строятся не ради разрушения, а ради контроля над хаосом. Вот в чем их настоящая суть. Не разрушать ради разрушения, а чтобы создать новое на месте старого.